Такой агрегат не встретишь на обычных улицах. Это цементно-бетонный укладочный комплекс. И сейчас с его помощью идет реконструкция перона в Уфимском аэропорту. Новое покрытие будет состоять из трех слоев, каждый из которых рабочие выравнивают вручную. Так оно прослужит гораздо дольше. Средний срок эксплуатации 20 лет. Мы приготовим цементно-бетонную смесь на заводе, который у нас находится тоже на территории аэропорта. Доставляем его. Комплект формует, вибрирует для того, чтобы уплотнить данную смесь. И придает окончательную форму цементно-бетонному покрытию. Это классическая технология, по ней работают во всем мире. А уже в июле будет пущена новая взлетно-посадочная полоса номер 2. Сейчас ее благоустраивают, укладывают асфальт по обочинам. А еще на ней значится вот такой белый крест. Его нанесли на полосу специально, чтобы пилоты знали, здесь приземляться пока нельзя. Этой взлетно-посадочной полосы еще не касалось шасси самолета. По ней не ступала нога человека, разве что только строителей. Работы здесь практически завершены. Осталось лишь оснастить полосу светосигнальным оборудованием. Это уже второй этап реконструкции международного аэропорта Уфа. Первый завершили в прошлом году, к саммитам Шоссе-Брикс. Тогда было выделено более 2 миллиардов рублей. Работы ведутся за счет федерального бюджета. Все эти работы были приурочены в какой-то степени к открытию международного терминала. Сейчас полностью завершены работы по усилению местостоянок восточных судов перед международным терминалом. И все остается у нас фактически работа по благоустройству и ремонту соединительных рулежных дорожек. К октябрю аэродром полностью обновят. А это значит, на ближайшие 15-20 лет будет обеспечена его высокая пропускная способность. Тяжелые воздушные суда смогут садиться в Уфе без ограничений.